приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня раиса горяченко и александр волик подготовили видео ответы на ваши многочисленные вопросы по черенкованию хризантемы ну что ж давайте приступим к полному раскладу этого вопроса к освещению этого вопроса и к ответам на ваши вопросы соцсетях и на канале что нам нужно для того чтобы черенковать хризантемы у меня уже это расчеренкованные я их буду рассаживать черенковала я 8 сентября в знаке телец уже испытано самое лучшее время для того чтобы вот это шло корнеобразование вот какие корешочки хорошие ну давайте подробно я все 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 буду рассказывать и параллельно отвечать на ваши вопросы что нужно для черенкования мы пойдем чуть чуть позже посмотрим выбираете черенки даже сегодня мы снимаем уже 6 ноября 2020 года даже и сейчас можно кстати об этим занимаются те кто профессионально занимается у кого есть теплица есть досветка значит что мне надо мне нужен кокосовый субстрат с торфом не дружу потому что торф меня меня уже несколько раз подводил я ушла от него зато есть кокосовый субстрат и есть вот вот эта дерновая земля дерновую землю и мы с весны заложили на есть такая емкость и заливали водой и вот я сейчас ее пересеваю принцип почему я пересеваю вот она такая получается дерновая земля это плодородная с леса верхний слой почему я пересеваю это принцип как в тесте пересеваешь и получается она насыщается кислородом то же самое получается здесь я перемешала значит три части кокосового субстрата 7 частей дерновой земли и вот у меня что получилось если один торф ставить некоторые вот в торфе или самом субстрате каком ну что есть то получается что если вдруг корешочки не получили воду они засыхают и растение погибает почему я плодородную землю беру все рассказы о том что воткни хризантемы веточки в любую землю будет расти это может расти но полноценного куста не будет и цветение не будет полноценного и так мне нужно вот такая прекрасная почва которую мы вот подготовили уже для черенков следующий момент если вы хотите сейчас черенковать то нужно обязательно проследить и подготовить должна быть температура для черенкования вот у меня это было в сентябре месяце температура было в тени я на солнце не выставляла 20 градусов 20 22 градуса но сейчас можно 15 18 хорошее время для черенкования еще очень важно световой день вот сентябрь вот это самое удачное время для черенкования потому что как раз естественные природные условия для того чтобы можно было вот выдержать для этого череночка нужное количество света солнечного света хотя рассеянного у меня видите получил почему получилось я вам подойдем сейчас расскажу и покажу с каких кустов нужно брать черенки но прежде чем мы подойдем к черенкам то есть к растениям где можно черенки брать хочу еще раз напомнить определенное время для черенкования это очень важно я уже сколько раз об этом говорила проводила эксперименты каждый год продолжая проводить эксперименты да в другие дни тоже принимается но эти растения такие маленькие иногда болеют иногда немножко цветочков есть и все вот они у меня видите здесь вот нужно определенные дни и эти определенные дни супер дни у меня есть плейлист хризантемы и там вот эти дни лучшие дни у меня показаны а лучшие дни это дни девы луна в деве или убывающие или растущая луна это супер время плюс еще дни корня это телец и козерог обалденный знак тоже телец вот у меня в тельце и это кстати черенки из боковых побегов это пасынки видите это у меня крупноцветковая очень красивая мы сейчас подойдем я покажу где их выламывала и накрывала вот я их тоже в такую же землю черенкую чуть чуть больше кокосового субстрата видите у меня здесь на половину кокосового субстрата для черенков и очень хорошо образуется корни вот и что теперь нужно знать о том какие черенки где брать для черенкования и так календари у нас есть для лучших дней черенкования на нашем канале каждый месяц потому что у нас уже очень много зрителей которые черенкуют уже два года с нами и получаются прекрасные результаты черенкуют зимой у них есть фитолампы у них есть условия для того чтобы температуру поддерживать и они это делают и у них все прекрасно получается а сейчас подойдем к разным кустам и посмотрим где можно взять черенки и узнаем какие условия с какого растения нужно брать череночки вот примеры растений из которых нельзя черенковать но в данном случае у меня и поливалась растения все очень хотят сейчас мультифлору размножить купили на рынке если вы купили на рынке и там еще есть живые побежки ну вот например но этот очень маленький с него навряд ли что-то получится но если нормальные условия то даже может прорасти но она росла у меня на улице здесь дерновая земля снова же с как добавление кокосового субстрата и это растение уже перецвело и готовится к моменту покоя она засыпает осенью уже короткий световой день и уже время цветения то есть все процессы фотосинтеза которые нужны для того чтобы образовывать вот эти новые молодые побежки из которых очень хорошо получается прекрасно буквально получаются укоренение череночки и укореняется вот видите вот даже попробую сейчас вот вот смотрите оно как будто бы еще мягкое но уже древесневшие вот не будет потому что меня пишут многие почему не укоренилась у нас вот в условия условия очень важны это должен быть молодой побег который хорошо легко сгибается но молодой должен быть это уже старый я уже не поливая потому что растение готовлю это мой кустик эльфа белый маточник я его готовлю к тому чтобы он зимовал и это будет уже период когда я перестаю поливать и естественно вопросы все фотосинтеза здесь прекращаются постепенно вот на рынке если вы покупаете куст смотрите если там уже пересохшая земля корешки сухие вы пытаетесь их нарезать и укоренять даже в благоприятные дни это большая редкость и даже если вы и температуру создадите и условия света световой день выдержите и и даже если вы будете давать еду то вот эти черенки не подойдут что делают те кто профессионально занимается они срезают просто-напросто вот этот побег и начинают при определенном световом дне при температуре от 15 до 22 градусов поливают и пооткармливают идет процесс фотосинтеза и вот тогда образуются молодые побежки вот то что мы делаем я делаю это уже феврале выношу и март-апрель я уже черенкую вот те черенки очень быстро укореняются отход там очень маленький там практически если в деве у меня бывает из одного вода горшка бывает одно растение что-то не так ему может быть маленькая или что-то не так а бывает и стопроцентное укоренение причем без корня образования телей различных я не использую их а просто-напросто даю естественные нормальные условия то есть плодородная почва почве обязательно субстрат который дает возможность дыханию и естественно питательная почва которая дает возможность вот этим череночкам развиваться и образовывать корешки вот именно в тот момент когда вот у нас молоденькие вот такие побежки вот тогда получается что идет вот это этот процесс фотосинтеза и работает вот этот гормон роста корней очень важно гормон роста корней и тогда идет корнеобразование без каких-либо добавок химических и различных вот этих сейчас химических веществ которые используются для того чтобы укоренять череночки вот у меня здесь мультифлора которая отцвела это ранее там бесполезно уже черенковать там тоже бесполезно а вот эти кустики только начинают свистеть вот эта желтенькая смотрите что можно сейчас при всех условиях которые есть можно использовать я ищу но я уже сейчас это не делаю если какой-то редкий попадается тогда и если это свежий куст здесь поливалась вот смотрите вот вот мягенький нежный череночек но снизу вот он древесный вот поэтому убираю цветочек и можно вот это попробовать укоренить естественно должно быть под пленку или под бутылку и вот такие череночки иногда если это определенные дни в дни девы кстати скоро эти дни вот можно будет 10 11 вот этот процесс укоренения создайте сделать вот сегодня у нас знак рак я только пересаживаю перевалку делаю своих черенков в горшочки но мы вернемся к ним а я сейчас пойду еще вот и значит вот ответ на вопрос какие можно те которые собираются цвести вот они можно еще найти вот такие череночки надо хорошенько поискать живое здоровое растение поливалась и с него можно здоровые хорошие череночки взять но пойдем сейчас еще к растениям другим я хочу показать вот черенки которые я брала из того куста вот который у меня есть а вот этот куст с которого я брала черенки причем это у меня экспериментально это кремовая крупноцветковая хоризонтема корейская вот это великолепная у меня всего два саженца было я купила их маленьких и вот верхушки убрала и еще получилось у меня 4 из 2 вот сейчас чтобы свет был смотрите я черенковала вот это вот здесь между листочком и стволиком всегда есть пасынок пасынок вот этот который вот вот они видны раз вот сейчас осталось эти два вот я вот такие небольшие чуть чуть больше они вырастали сантиметра 3-4 я их специально вот выращивала вот и их в определенный день это маленький но именно с этого цветка вот где у нас вот еще пасынки видите остались вот отсюда я брала и их зачеренковала зачеренковала вот еще один есть я его не буду уже уже все равно черенковать не буду я буду еще по-другому размножать и расскажу вам еще один способ размножения цветов вот здесь тоже цветочек есть но снова же кончик вот он жесткий надо будет надо искать там где сгибается это важное условие там где сгибается вот там будет корнеобразование если он жесткий это у всех резонтем одинаковое условие требование такое гормон корнеобразования и развивается только там где вот мягенькая часть вот здесь будут образовываться можно вот это даже череночек посадить но это уже поздно и меня условий нету сейчас таких для того чтобы их сделать вот и у меня все почти что там по моему один или два не получились но это были с верхней части вот уже такие с цветочками поэтому вот они уже жестковатые поэтому не получились у меня те корень корешочки не укоренились вернее но вот такая красивая будет хризантема из этих двух растюшек маленького что не укореняется если хорошие условия хороший день то возможно но вот если вот допустим вот такие уже цветы засохшие на рынке один день выносили другого день 3 и она не продается я правда увидела вот эту красоту обязательно купила весь куст себе и посадила обрезок так вот здесь вот как их попробую выломать они уже засохшие здесь растение стало засыхать и чахнуть поэтому этого процесса сейчас нового процесса фотосинтеза мы не вызовем и результат не будет успешным может быть если супер условия создать но эти она жесткая все вот и просто-напросто потеряете время у меня столько писем вот не получилось вот не получилось нужны условия самое главное нужны условия теперь сам процесс можно было бы оставить на зиму но я хочу просто-напросто еще пару недель пока тепло посадить в отдельные горшочки всю рассаду все череночки вот смотрите даже земля осыпалась и какие прекрасные корешочки вот я беру вот эту земельку небольшие горшочки потому что они сейчас расти не будут они просто приспособиться к новому месту а уже весной я их пораньше просто-напросто потом буду выращивать теплицы и высаживать я хочу композиции сделать вот таким образом хорошенько прижала я не поливаю у меня влажная земля хотя сегодня день когда можно поливать вот но сегодня день стихии воды и я вот этот цветочек не обрываю я обрву завтра во льве уже их подготовлю и вот таким образом все 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 растения беру ложку использую кстати вот вы смотрите даже очень интересный вариант запоздавшие вот вы я вам показывала да вот длинный длинный вот такой цветочек обломала и смотрите какая хорошая корневая система и потом из вот этих мест вот где почечки потом будут расти целое растение очень довольно таки хорошее еще раз показываю корешки разлаживаю и аккуратненько ложкой вот это все прижимаю хорошенько не добавляя вниз ничего это у меня рассада питательная дерновая земля и кокосовый субстрат вот таким образом кстати я когда делала раствор для воды чтобы полить я использовала фотофитоспорин у нас не будет никаких проблем с гнитьем корней вот так вот такие череночки у нас уже переместились собственные квартирки теперь они пару недель побудут у меня буквально в теплице и когда уже будут заморозки я занесу их в погреб там они будут зимовать условия я подытоживаю все наши сегодняшние видео вам показывала разные варианты это и мультифлора и крупноцветковая да любая хризантема если уже цветок растет и перецветает там очень сложно найти именно такой черенок а то в котором будут идти процессы корнеобразования там уже гормон корнеобразования просто-напросто не работают растение готовится ко сну она отработала все питательные вещества выданы на вот эту красоту естественно она не будет работать поэтому должны быть молодые черенки желательно перед тем как цветок распускается на случай у меня очень хорошо получилось этих побежков пасынка вот они все принялись вот или же это весеннее черенкование растений но еще два условия кроме того что это должно быть здоровое молодое развивающиеся растения нужно обязательно создать световой день нужный то есть это уже световой день весны или же для этого досвечивать это минимум 10 часов и обязательно температура от 15 до 22 градусов ну и еще очень важное это должна быть обязательно питательная среда которая позволит расти растению и образовывать корни естественно питаться вот эти важны кстати и поливы у нас есть календаре по поливу не поливайте ни в коем случае в дни когда находится луна так называемых да те кто разбирается занимается этим вопросом они знают что ни в воздухах это время и при поливе гниют корни они задыхаются время дыхания в это время останавливается с помощью воды если мы заливаем поэтому поливаем в хорошие дни а это дни стихии воды и дни корня самые лучшие дни для полива ну и для подкорма но об этом мы уже много рассказывали будем продолжать отвечать на вопросы как у вас кстати те кто только зачерентовал какие результаты есть у меня очень много позитивного опыта вы рассказываете я очень благодарна вам за то что вы делите своим опытом что-то добавляете что-то и это очень хорошо и сейчас мы завершаем это видео прощаемся с вами до до новых встреч в новых видео пока пока и